Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сладкий и воздушный выпуск. Название этого лакомства происходит от древнегреческого имени божества западного ветра. Есть миф, что именно оно поделилось рецептом с людьми. Когда-то давно кондитеры решили выпускать его в форме морской раковины. И с тех пор его внешний вид стал настолько узнаваем, что менять его не стали. В Техасе есть красивая традиция. Гостям, которые уходят со свадьбы, вручают коробочки с этой сладостью. А подкрашенные они в тон оформления торжества. В Британии в 50-х годах прошлого века ученикам младших классов в обязательном порядке на экзаменах давали это лакомство. Считалось, что для мозга оно невероятно полезно. Ближайший родственник продукта в нашей русской кухне – белевская пастила, которую готовят из запеченных антоновских яблок с сахаром и яичным белком. Вы наверняка догадались, о чем сегодня пойдет речь. Разбираемся, как выбрать самый вкусный и правильный зефир. Ищите в составе яблочное пюре. Но что делать, если его нет? Почему зефир не может храниться полгода? И в чем отличие продукта, который сделали по ГОСТу и согласно техническим условиям? У зефира сладкая и красивая история. Поэтесса Сапфо скрашивала им свой досуг. Его уважал Аристотель. И обязательно съедал перед написанием научных трудов. А Гиппократ после тяжелого трудового дня восстанавливал физические и моральные силы. Так звучат мифы. Было или нет на самом деле – и не узнать. Но абсолютно точно, что предок зефира – наша русская пастила. Ее оригинальный рецепт тщательно скрывался, но все равно попал к французским кондитерам. Они переделали его на свой манер, со схожими ингредиентами и в других пропорциях. Так лакомство стало белоснежным, на вкус менее сладким и воздушным. Для того, чтобы замаскировать идею, придумали новую форму. А десерт стали называть зефиром, что в переводе означает «легкий ветерок». Удивительно, но даже диетологи снисходительно относятся к этому лакомству. А его польза доказана множеством научных исследований. Зефир приводит в норму работу желудочно-кишечного тракта, нормализует давление, обладает даже противовирусным эффектом. Десерт на основе фруктозы положительно влияет на умственную деятельность и физическую выносливость у детей в любом возрасте. Но все это имеет место быть, если перед вами качественный продукт. Давайте узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при выборе зефира. Зефир Ну, чтобы, во-первых, он ровненький был, красивый, без срок годности. Ну, я не знаю. Честно говоря, зефирей не особо ем. Зефир тоже, он не должен быть квашнёй. Он не должен вот в руках вот весь липнуть. Он должен вот откусываться, да, с такой, опять же, лёгкой упругостью. Да, вот, чтобы вкус, да, он вот раскрывался, а не сразу вот сладость вот эту била. Вот, поэтому, ну, зефир очень сложно выбирать, потому что он весь в упаковках, а развесной зефир я не покупаю. Зефир, ну, я как бы пытаюсь через упаковку потрогать, чтобы он был не слишком жёсткий, потому что он всё-таки должен быть более мягкий. И дату изготовления, и срок годности. Зефир, ну, я не знаю. Потому именно эта позиция в составе должна быть на первом месте. Если на упаковке вы читаете зефир, а в составе нет пюре, то не верьте своим глазам. Это всё уловка того, кто хочет продать вам под его видом совсем другой продукт. Самое что ни на есть правильный зефир делают по ГОСТу. Иной вариант согласно ТУ, то есть техническим условиям. То есть торговая марка сама в этом случае вольна менять рецептуру. Нельзя однозначно говорить, хорошо это или плохо, но это по-другому. Сырьё может быть качественным, но правило есть правило. И для этого существует ГОСТ с чётко выверенной рецептурой. ГОСТ у зефира 6441. Согласно ему, продукт должен быть свойственный данному наименованию изделия цвет. Равномерный. У зефира на пектине, желирующем крахмале может быть сероватый оттенок. Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях на примерах, возьмём на пробу три варианта трёх разных производителей. Героями нашей сегодняшней программы станут торговые марки «Красная цена», «Сладкие истории» и «Шармель». Расставим их по алфавиту согласно названиям, присвоим каждому номер от одного до трёх, испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте. Чек. В первую очередь в лаборатории его проверят на вкус и запах, которые должны соответствовать тем техническим условиям или ГОСТ, по которым он изготовлен. Также будет проверен цвет, полер должен соответствовать красителю, консистенция, структура и форма. Если поверхность зефира покрыта натуральным шоколадом, то она будет блестеть при солнечном свете. Если матовая, перед вами кондитерская глазурь. В её составе проще найти животные жиры и сою. А вот если зефир покрылся трещинами, значит производитель сэкономил на пектине. Если он продаётся в открытом виде, в нём содержатся такие консерванты, как сахар, который является консервантом, и бензоинная кислота, безусловно, там существенный срок хранения, который может быть ещё увеличен за счёт вакуумной упаковки или упаковки, которая не даёт попадать на продукту атмосферному воздуху, влаге, ну и каким-то другим загрязнителям, который существенно снизит срок хранения. Натуральный зефир технически не может храниться полгода, посудите сами, если в составе яблочное пюре, а это натуральный и живой продукт. Увеличить срок годности можно только за счёт консервантов или изменения технологии приготовления. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. В Соединённых Штатах Америки есть свой вид зефира и называется он маршмеллоу. В нём отсутствуют белки и фруктовое пюре, зато есть кукурузный сироп и желатин. По упругости маршмеллоу напоминает зефир, но есть одно «но». Белоснежные кусочки при нагревании увеличиваются в размере, потому их добавляют в какао или жарят над костром. А ещё они – прекрасная основа для мастики, которую украшают кондитерские изделия. Внутри упаковки не должно быть влаги – это признак неправильного хранения. Всем участникам плюсы. У натурального зефира красивая поверхность, без затвердеваний на боковых гранях и без выделения сиропа. Он легко разламывается, при этом структура равномерная, с мелкими порами. Впереди участники под номером 2 и 3. Цвет слишком белый – признак отсутствия или недостатка яблочного пюре. Откровенно серый – признак нарушения технологии или некорректного подбора исходных продуктов. Лучше всего просто белый или кремовый оттенок. Здесь проявили себя участники под номером 2 и 3. При дворе Сулеймана Великолепного зефиром заведовал специальный человек. Повар разрешал наложницам съедать всего по одной штучке в неделю. И это было знаком расположения и отнюдь не боясь не испортить фигуру. По объёмам продаж зефир лишь немного уступает шоколаду и в разы обгоняет мармелад. А вот пик продаж по неизвестным причинам приходится на июнь и август. Оценить качество наших конкурсантов мы предлагаем Ксении Владимировне. Девушка, как и многие представительницы прекрасной половины человечества, любит побаловать себя сладеньким. Естественно, в качестве исключения. И когда ну очень хочется. Шоколаду и мармеладу предпочитает зефир. Главным критерием для неё является вкус. Он должен быть насыщенным. Вернее, этот самый вкус должен чувствоваться, а не только гольный сахар. Ксения не знает, какие марки принимают участие в эксперименте, потому выводы основываются исключительно на её вкусовых предпочтениях. Напомним, что мнение нашей гости субъективное. Первый был немного суховат по вкусу, переслащённый, ну как и третий же. А второй прям идеально в сочетании с консистенцией, по сладости. Всё очень понравилось во втором варианте. Из трёх представленных вариантов я выбираю номер два. Все участники боролись за победу, но в лидеры на этой неделе вышел лишь один. Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать качественный продукт и не ошибётесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадио компании «Губерния» или заходите на официальный сайт «Сова.инфо». Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!